Дорога на Москву для немцев с юга фактически оказывается открытой. Впереди у них лишь Тула. 24 октября началась Тульская оборонительная операция. Именно здесь был поставлен решающий крест на планах германского командования. Ожесточенная, кровопролитная и неудачная для вермахта битва навсегда вошла в историю и стала ярким примером мужества и отваги. Именно этому городу-герою был посвящен восьмой этап эстафеты «Салют Победе». Действительно, это важная работа патриотическая, которая сейчас идет на всей территории нашего округа и нашей страны. Поэтому эстафета «Салют Победы» важна каждый день, именно сейчас. И мы гордимся, что у нас такой проект главы есть, и называется он «Салют Победе». Не случайно. Победа будет за нами, и мы победим. От одного населенного пункта в другой эстафета пронесла этот боевой дух, который сейчас так важен для каждого из нас. В завершении восьмого этапа для всех участников в актовом зале администрации представили документальный фильм, подготовленный Одинцовским центром развития культуры. В нем сплелись воедино военная хроника, исследования, обучающие моменты. Теперь он будет показан в образовательных учреждениях округа. И это одна из главных целей эстафеты. Чтобы, как говорится, ветеранов мы почитали не только 9 мая, вспоминали про них круглый год и приходили к ним каждый день, образно говоря, в дома, помогали им и воспитывали нашу молодежь в первую очередь. Чтобы они знали нашу историю, знали наши города, герои, знали те подвиги, которые совершили наши предки. Символы восьмого этапа эстафеты по традиции передали на хранение в Одинцовский историко-краеведческий музей. Это большая честь и по-настоящему бесценные экспонаты, говорят его сотрудники. Таким образом, мы являемся участниками и причастны к этим событиям. И, конечно же, это очень важно – осознавать и чувствовать себя частью такой команды, участвующей в этом проекте. Но храниться они будут здесь недолго. Скоро артефакты отправятся по образовательным учреждениям округа, чтобы выполнять свою главную функцию – хранить память о великом подвиге нашего народа.